Привет, мой дорогой зритель! В этом видео я бы хотел тебе рассказать о своем хомяке и его спортивных увлечениях. Можно сказать, нестандартных. Давайте начнем с небольшого обзорчика. Сирийские хомяки являются прекрасными домашними питомцами, которые легко адаптируются к неволе и не составляют сложностей в содержании. В отличие от многих других домашних грызунов, они действительно любят общаться с человеком. К запаху и рукам хозяина сирийцы привыкают очень быстро и при правильном беремежном отношении никогда не проявляют агрессии. Сирийские хомячки из тех животных, которые прекрасно чувствуют себя в одиночестве, поэтому не нужно переживать, что они одни в клетке и зверек по этому поводу будет скучать. Они прекрасно себя чувствуют в одиночестве. Сирийские хомячки склонны к ожирению, поэтому физические упражнения пойдут им на пользу. В принципе, сегодняшний выпуск я и хотел посвятить спортивной активности моего хомяка. Как же все происходило? Мы купили такую вот клеточку, довольно-таки нестандартную для хомяков, где крышка состоит из прутьев. То есть, когда хомячок был маленький, он активно использовал беговое колесо. Все прекрасно знают, что для хомячков беговое колесико надо покупать целостное, чтобы не было промежутков между прутьями. Потому что туда будут попадать лапки, и хомяк не сможет бегать или вообще может повредить себе какую-то конечность. Так вот, пока он был маленький, он активно пользовался колесом и был крайне доволен и счастливым хомяком. Но когда он подрос, колесо, видимо, ему уже не стало приносить какое-то удовольствие. Возможно, ему просто надоело, чисто как каждый день, каждую ночь одно и то же колесо. В принципе, можно понять его. И он открыл для себя потолок из прутьев. И начал над своими маленькими пальчиками, двумя передними лапками ползать туда-сюда-обратно, что он и делает с удовольствием. Это приносит ему удовольствие, я так понимаю, потому что если бы это не приносил, он бы давно это уже забросил. Движения его не хаотичны, да, то есть у него есть цикличность вперед-назад, как бы описывать круг. Каждые где-то 3-4 круга он останавливается передохнуть, погрызть клетку. Иногда это происходит чуть быстрее, иногда чуть позже. Грызет клетку в определенном месте, в определенной прутье, что тоже очень странно, наводит на мысль. Первое ощущение было, что ему не хватает какого-то мелка кальция погрызть, дерево, но ничего подобного. Мы давали ему эти минералы. В общем, он их совершенно не трогает, продолжает работать в своем ключе, в своей физической подготовке. Он может так довольно-таки долго перемещаться, висеть, доходило до 5 минут. Но в дальнейшем, конечно же, пальчики его не выдерживают, и хомячок падал. И как бы было бы логично, что если хомяк упал, то все, остановись, парень, это больно, это еще что-то. Это история не про моего хомяка. Он всегда залезает обратно и начинает опять свое путешествие, что, в принципе, поначалу казалось мне крайне странным и удивительным. У кого бы я бы не спрашивал про подобную историю по поводу этой такой физической активности, все мне отвечали отрицательно, говорили, что ничего подобного и хомяки не проявляли сирийские. Вот и собственный вопрос. Хотелось бы спросить, а как ваши хомяки проводят активность? То есть, какие упражнения они осуществляют ежедневно у себя в клетке? Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Давайте обсудим. А если вдруг и ваш хомяк проявляет такую страсть и любовь к турникменству, пожалуйста, напишите об этом. Давайте тоже порадуемся, посмотрим, насколько уникальны наши хомяки. Вот, в принципе, у меня на этом все. Так что давайте, дорогие зрители, не скучайте, изучайте Вселенную, проводите время с пользой. А у меня на этом все. Пока-пока.